Всем привет! В эфире Вымпел! Здесь ты, как и всегда, сможешь узнать самые актуальные новости из мира. Видеоигр, настолок, кино, комиксов и прочих радостях гиковской индустрии. Смотри сегодня в выпуске! Хэллоуинский рыцарь! Настолка цивилизация! Возвращение Короля Лича и 3 часа воды! К уже устоявшейся традиции мы начинаем наш выпуск с блока новостей. Разработчики асимметричного мультиплеерного хоррора Dead by Daylight опубликовали трейлер дополнения в Folded in Folk. Рулик знакомит геймеров с новой парочкой, выжившим по имени Витторио Тоскано и очередным убийцей, средневековым рыцарем Тархошем Ковачом. По прозвищу «Удивительно рыцарь», но также в видео можно увидеть новую карту, стандартную уже для любого расширения. Судя по всему, слухи, неизвестно откуда взявшиеся о кроссовере с экшеном For Honor, не подтвердились. Что любопытно, зато подтвердились другие слухи, ведь уже несколько месяцев назад стало известно, что после Вескера в асимметричной игре появится именно рыцарь. К слову, об асимметричности игра может такой перестать быть, поскольку одна из способностей рыцаря — это возможность призывать трех помощников под управлением ИИ. И при успешной игре по полю могут бегать не просто четыре выживших и один преследователь, а четыре выживших, преследователь и три его искусственных интеллектуальных помощника. Ну а что касается Виторио, то о его способностях разработчики пообещали рассказать чуть-чуть позже. Dead by Daylight доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Дополнение станет доступно 22 ноября. Компания Blizzard выпустила кинематографичный трейлер нового дополнения Марш Короля Лича и заодно рассказала о грядущих нововведениях в Hearthstone. Что любопытно, раньше разработчики вводили рыцарей смерти в игру. Раньше они были альтернативными картами героев для всех классов. Сейчас, очевидно, их добавят в качестве играбельного 11 класса. Что любопытно, те самые древние карты переработают и вернут стандартный режим. Что еще любопытней, вместо традиционных роликов с песней, ну или хотя бы переходящей 2D анимацией, здесь полноценный ролик, напоминающий по своей стилистике Аркейн. Необычно таки. Видимо, уходит эпоха. Студия Manfish представила новый трейлер шутера Atomic Heart, в котором объявила, наконец-то, дату релиза. Игра выйдет 21 февраля. На ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На старте будет доступна в Xbox Game Pass. Но не всем. Хотя уже открылись предзаказы, ПК-версия будет доступна в трех изданиях в VK Play для стран СНГ. Да-да, никакого Стима. Но короткое напоминание, что Atomic Heart это экшен от первого лица, который напоминает не то Байошок, не то какое-то путешествие по альтернативной советской реальности. Disney наконец-то опубликовала новый трейлер фильма «Аватар. Путь под ип». В нем показали множество красивых сцен, экшен, пейзажи, персонажи. Несмотря на то, что с момента выхода первого фильма прошло больше 10 лет, ролик все еще захватывает дух. Стало известно, что действия ленты развернутся спустя 15 лет после событий первой части. Но тем не менее все главные персонажи вернутся, но также обещают множество новых персонажей, в том числе детей главных героев первой части Джейка и Нейтири. Премьера пока еще фильма под номером 2 «Аватар. Путь воды» состоится 16 декабря. Но в России фильм пока что не запланирован для показа. Хотя стало известно, что посетить кинотеатр явно стоит, ведь фильм «Аватар. Путь воды» будет длиться более трех часов. На этом наша такая насыщенная по числу новостей рубрика плавно перетекает в следующую, где мы немножко помечтаем и поговорим о продолжении фильма «Аватар». По поводу «Аватара», на котором мы остановили нашу предыдущую рубрику. Несказанно рад, что наконец-то этот фильм выходит. Он среди киноманов стал своего рода каким-то мифическим зверем, типа единорога, поскольку обещание о том, что он выйдет, мы слышим уже лет 10. Кадры со съемок видим уже лет 5, и обещание о том, что он когда-нибудь допоявится, уже года так 3. То его переносили с 15-го года, чтобы не конкурировать со «Звездными войнами», с их долгожданным возвращением. То с 16-го, то с 17-го, то с 18-го, преимущественно каждый раз зимних месяцев. Но сейчас все должно измениться, и 16-го числа мы наконец-то увидим долгожданное продолжение. Почему долгожданное? Несмотря на то, что первая часть в свое время была фактически флагманом в применении компьютерной графики, история у нее была довольно тривиальная, хотя и очень интересно поданная, с кучей всяких хороших для сеттинга вещей. Это проработанный мир, животные. Мы даже в одной из наших прошлых программ собирали Artbook, где упоминали огромную работу, проделанную для создания этой вселенной, с точки зрения дизайна, с точки зрения каких-то компаний, потому что разбирать, допустим, всякие оружейные компании в этой игре чуть ли не так же весело, как в той же Borderlands 3, с кучей индивидуальных пушек. Сама история, несмотря на то, что чем-то напоминал диснеевский мультфильм Покахонтас, была довольно приятной. Герои запоминались, тот же Джейк Сулли, что поразительно, даже дубляж в те времена был очень хорош, до тех времен, когда дубляж стали сравнивать с работой, например, мастеров по созданию субтитров в нелучшем ключе. Вторая часть обещает показать всем класс в области графики и для людей, которые регулярно смотрят современные блокбастеры, будь то нетликсовские боевики или сериалы, и что самое обидное, фильмы от Марвел. Очень хочется верить, что вот эта картина от Диснея в этот раз не пожалеет своего бюджета, и вторая часть выйдет, ну, по крайней мере, с визуальной точки зрения, очень запоминающейся. Не секрет, что у Кэмерона одна из любимых тем – это вода, поэтому три часа, три часа, не один двадцать какой-то огрызок, как про Тора или про Стрэнджа, а прямо вот три часа контента с хорошей графикой, с хорошим светом, с, я не знаю, обильным применением компьютерных технологий. Это же мечта, фактически. Причем, учитывая темпы съемок, нас эта мечта будет ждать несколько раз на протяжении ближайших лет, потому что уже заканчиваются съемки то ли третьей, то ли четвертой части, а всего частей запланировано пять. Так что, что самое любопытное, Кэмерон прекрасно осведомлен о том, что люди не очень готовы смотреть три часа в кинотеатре, сам он сравнивает это с неготовностью людей посетить кинотеатр, но в то же время за поем посмотреть восьмичасовой какой-нибудь сезон сериала или мини-сериала. Я с ним полностью согласен, три часа в кинотеатре. Это плевое дело, кинотеатры бы были, вот, потому что такое надо определенно смотреть на большом экране, в хорошем разрешении. Но, но, также Джеймс Кэмерон сказал, что и деньги для него в этот раз совершенно не главное, что вообще поразительно для режиссера от студии из Мышиного дома. Поэтому продолжения в любом случае будут, это очень хорошо. Потому что если окажется, что действительно люди не готовы сидеть три часа фильму продолжению быть, я его лично очень жду. Причем у него будет куча сопроводительных материалов. Это и какая-то простенькая игра от Ubisoft, и какая-то игра в открытом мире от Ubisoft, которые выйдут фиг пойми когда, но, тем не менее, они должны, тем не менее, выйти. Стало известно, что, правда, позже второй части. По поводу героев, на самом деле, любопытно смотреть, как актеры, чуть ли не 10 лет задействованы на этой съемочной площадке. Сам исполнитель роли Джейка Сулли шутил, что к тому моменту, как пятая часть выйдет, он сам будет перемещаться, как главный герой на тележке. Почему-то он оговорился, что тележки, хотя, очевидно, что речь про коляску. Тем не менее, очень хочется верить, что фантазия маэстро на этом не закончится. Человека, который подарил нам когда-то Терминатора, человека, который подарил нам Титаник, сможет выжить нам и хорошую драму, и интересный экшен, и каким-то образом перевернуть игру. Ну, а даже если нет, даже если на 22-й год эти ожидания от кинематографа завышены, хочется верить, что, по крайней мере, вот это зрелище, которое нас ждет, трехчасовое, яркое, красивое, с множеством кадров на дневном свету, а не в долбовом полумраке, как это было, например, в Mortal Kombat. Очень хочется верить, что эти три часа нашей жизни пройдут не зря. В таких очень оптимистичных словах, друзья мои, мы плавно переходим к нашей следующей рубрике, не менее моментальной и важной. К настолкам. Сегодня в нашей рубрике игра такая же значительная, как и ее компьютерный оригинал. Да, это видеоигровая адаптация. Это цивилизация Сида Мейера. Коробка, я думаю, красивая. Нисколько не пострадала от множества проведенных партий. И, я думаю, сейчас мы поскорее посмотрим, что же в ней. Ну и, собственно, все это разнообразное нечто прекрасное, нечто сохранившееся очень даже неплохо для своего солидного срока службы на столе. Можно насладиться. Сразу оговорюсь, очень интересная особенность игры в том, что она, несмотря на то, что является особенной такой адаптацией видеоигры, здесь есть самостоятельные арты, которые никак с оригиналом не связаны. Потому что, если мы сейчас посмотрим на, допустим, грядущего Ведьмака Старый мир, там большая часть артов, это преимущественно рисунки Гвинта, то здесь, допустим, мы можем увидеть тех же лидеров, которые уже появлялись на тот момент в вышедшей и нашумевшей в «Цивилизации 5», например, Бисмарк. Но здесь он выглядит совершенно не так. Собственно, это не просто перерисованная 3D-моделька из игры, это полноценный арт. И вместо Вашингтона Линкольн, ну и Екатерина малость тоже изменилась в лице. По поводу интересных особенностей планшета. Да, несмотря на то, что органайзеры в те времена, когда эта игра у меня появилась, еще не придумали, картон неплохо сохранился, он чуть-чуть, скажем так, выгнулся, но качество это никак не меняет, уголки ровные, он не расслаивается. В то же время очень классный диск подсчета очков сохранился, в том числе и диск подсчета денежек. Поэтому огромный плюс. Так как органайзера нет, я заместил часть каких-то пакетиков своими специальными. Например, вот здесь. Сейчас я это быстренько развяжу или не развяжу. Здесь у нас жетоны для подсчета культуры, выполненные в виде кусков древней архитектуры. Очень много жетонов в игре. Причем тут мы вступаем на очень интересную тропинку, потому что, казалось бы, лидеры самостоятельные, но, например, войска выполнены не в виде каких-то фигурок, в виде несколькоугольных карт. И что любопытно, арт на этих картах, это как раз-таки знакомые картинки из игры. Кавалеристы, всадники, рыцари, танки. Причем это касается в том числе и пехоты. Допустим, вот копейщики, мотострелки, пехотинцы, пикинеры. То есть всех их можно было видеть в таблице исследования в оригинальной игре. Здесь огромный акцент на адаптации уже известных механик. То есть это мы говорим и про какие-то технологии, которым можно обмениваться. Там есть лезь у них, щедрый дар, доступ к знаниям. И здесь они щедро расставлены по нескольким уровням, от первого до пятого. Вот здесь первое, третье. Допустим, железная дорога. Каждая открывает доступ к какой-либо постройке, к воинам. То есть если вы играли в компьютерную версию, вы прекрасно понимаете, как это все работает. Но в чем здесь принцип? Несмотря на то, что обилие делается, опять-таки, на шетоны, самый главный ключевой акцент, тем не менее, фигурки в каком-то виде присутствуют. Хотя и на тот момент не было так популярно дублировать все выскандитализированными миниатюрами. Что-то здесь и есть. Смысл в чем? Опять-таки, несколько типов побед. От дипломатической до военной. Играет от двух до шести человек с учетом дополнения. Причем интересная особенность. У игры сейчас есть второе издание и оригинальная игра. Вот, у нее было дополнение. Но сейчас ни оригинал, ни дополнение купить нельзя. Появился перезапуск. Перезапуск купить нельзя. Дополнение к перезапуску купить можно. Что с этим делать? Не знаю, жить с этой увлекательной информацией. По поводу принципа игры. Вы можете влиять на поле максимально, несмотря на то, что оно может какого-нибудь перфекциониста довести до тильда, потому что здесь водоемы меняются хаотично на горы и песок. Вы можете постепенно влиять на поле. Вы можете продвигать своих юнитов. У вас есть великие люди. Ваша цель – достигнуть мирового доминирования. Через постройки в своем государстве, через оккупацию территории противника, через потребление ресурсов, через искусственную дипломатию. И на самом деле перечислять здесь можно очень много и довольно-таки бессмысленно. В игре представлены варварские племена. В игре представлены нейтральные поселения, каждое из которых, если захватить, можно получить некий ресурс. Кстати, то любопытно. Благовоние здесь выглядит прямо как в игре. А вот, например, пшеницы нет. Здесь также не обошли механику чудес света. Есть и зыбучие пески, и какие-то очень красивые луга, и великие горы. То есть основной пласт механик, учитывая, что мы говорим не просто о каком-то экшене, а полноценные 4х стратегии, все эти механики были перенесены. В каком-то виде они, конечно, урезаны. И меня несколько, что тогда, что сейчас, вводят в некий диссонанс разнообразия стилей между какими-то компьютерными модельками и нарисованными. Но, тем не менее, не отметить труд художников и авторов игры нельзя. Хотя, хотя игра может показаться довольно-таки древней, жетонов в ней много, карточек очень много раскладывается, не быстро, но зато играется с упоением. Даже спустя чуть ли не 10 лет, после того момента, как она у меня появилась. Очень надеюсь, что вам получится как-то прикоснуться к этому опыту, о котором можно рассказывать часами, но не рассказать ничего, на игротеке или у каких-нибудь друзей. И вам это тоже понравится, если, допустим, оригинальная цивилизация компьютерная вас уже слегка утомила. Это похожий, но в то же время уникальный опыт. На этом наша несколько анонсирующая рубрика про настольные игры подходит к концу, и мы плавно двигаемся к захватывающему финалу. На этом наш насыщенный выпуск заканчивается. Но не переживай, как уже заведено, через неделю мы снова увидимся с нас. Очень много интересных новостей, ну, а с вас обязательное посещение. До скорой встречи!